Приветствую вас. Вы знаете, вот при изучении вашего текста, да, при чтении вашего текста, у меня возникло такое ощущение, что вы все время вообще ориентируетесь только на себя. Это только на других людей, простите, пожалуйста. Вот, то есть вы не ориентируетесь на себя. То есть у вас такие фразы звучат как он, там, он, они, она, там, тот-то, 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 но не вы. Знаете, вот только не вы. То есть любовь вы хотите отдавать, по сути дела, да, то есть вы хотите о ком-то заботиться. Вот. Но вы не заботитесь о себе. Самой. Вы совершенно очевидно, что, ну, не так, не так сильно, к примеру, любите себя, да, вы не так сильно принимаете себя. Вы, по-видимому, боитесь остаться одна очень сильно, вы очень сильно боитесь остаться одна, да. Вот. И, на мой взгляд, это те самые ключевые проблемы, да, вот, которые стоят на пути вашего счастья, собственно говоря. То есть, дело здесь не в том, что кто-то, там, ну, кто-то не горит желанием принимать вашу любовь и так далее. Понимаете? А, ибо это, скорее, выбор человека, а вы как-будто же обязываете людей принять то, что вам, то, что вы хотите им дать. То есть вы как-будто, ну, пытаетесь, может быть, навязать, да, то есть, может быть, я не прав. В этом, может быть, не так показалось из вашего текста. Могу ошибаться, но как бы совершенно очевидно, что себя вы воспринимаете очень негативно. И у меня опять же сложилось такое впечатление, что вы, как бы, знаете, так, ну может быть, с раболепием, может быть, с раболепием, вы относитесь к окружающим людям, вот, значит, с излишним принижением себя, вот. И это, на самом деле, очень тревожно. Не знаю. Как приводит знак для того, что, скорее всего, вы, в глубине души, вам нравится то, что на вас вот так как-то скричат на нас постоянно, как бы, ну, получают голос и так далее. То есть, вроде бы вы, вроде бы вам не нравится, вроде бы, вам это не нравится, но в то же время вы постоянно к этому тяготеете. То есть, это вот невера, ну, такая, знаете, глубинная невера в то, что вы достойны хорошего к себе отношения, вот. И вы ищете, ищете, на кого бы вам положиться, вы ищете, на кого бы вам опереться. Опираться вам нужно, опираться вам нужно на себя. Вот. Столько на себя нужно опираться. Вот. Ага. И... Соответственно... Это... Ключевая проблема. Здесь. Теперь. Значит, здравствуйте, пищевые. Помогите с советом. Значит, ну, сразу хочу сказать, что психологи, да, советов не дают. То есть, то есть, мы вам советов дать, в принципе, не сможем, потому что... Это было бы неправильно, а действительно, что решение принимать нужно вам. Самой, да, и психологи, они, в общем-то, не дают советов. Психологи, да, не дают рекомендации, но нет совета. Никаким образом. Вот. Поэтому здесь вы сразу как бы уже совершили такую ошибку логическую, да, обратившись, обратившись к нам, да, к психологам за советом. Вот. Вот. Я понимаю, что, может быть, вам совет и нужен, вот вам самой, да, вам совет нужен, то есть, вы именно хотите совета. Но я предлагаю, как психолог, да, я предлагаю вам подумать над тем, почему вы хотите именно совет. Вот. Почему вы хотите совета. Вот. Я предлагаю вам именно, именно вот об этом подумать. Я предлагаю вам именно в этом направлении подумать, да. То есть, вы по какой-то причине, получается, сами, вот сами, вы не можете принять решение, вот, и, соответственно, обращайтесь, обращайтесь, по-видимому, к нам. Так. Я никак не могу выбраться из состояния никому ненужности. Ну, то есть, смотрите, какая получается история, да, что вы пишите, я не могу выбраться из, значит, состояния никому ненужности. Чтобы выбраться из этого состояния, вам, следуя вашей логике, вам нужно для этого стать кому-то нужным. Вот. То есть, вы хотите стать кому-то нужным. По факту, это ваше, это ваше желание, сначала, стать кому-то нужным. Но, по сути, по сути дела, вы просто смените шило на мыло. Вот. По сути дела. Потому что, стараясь быть кому-то нужным, вы не приобретете навыков самостоятельности. Вот. Так что, здесь момент вот такой, да, почему вы решили, вследствие чего, в результате чего, вы решили, что вы должны быть кому-то нужны. Вот. То есть, вот это вот нужно, да, чем подкрепляется. Вот. А если вы, к примеру, никому ненужность, то, соответственно, что в таком случае делать вам? А если вы, ну, вот так получилось, да, что вы ни с кем не смогли, там, отношения позвольте, и как в каком случае у вас ребёнок есть? То есть, как минимум, вы ребёнку своему нужны. Вы пишите, жили мы в семье всегда плохо, отец был алкоголик, тиран под конец жизни вообще сожжил с ума, у него было психологическое заболевание, это было ужасно. Соответственно, вы склонны к созависимости, вот, вы склонны к созависимости, у вас проблемы с ключными границами, вот, с самооценкой. Подробно про созависимость, ну, подробнее вы можете почитать в интернете, просто про то, что это такое, вот. А, соответственно, с вами уже можно будет в этом направлении работать, да. То есть, созависимость, это, по сути, подчинение человека, да, вот. Физическое и психологическое подчинение человека, ну, более, в данном случае, вот, воли тирана. Вот. Дальше. Мать, хоть и считала себя жертвой, тоже имела своих дураканов. Ну, по факту, по факту, мать ваша, она следует треугольнику Карпмана, да, о нем вы можете тоже почитать в интернете, чтобы лучше понимать, что это такое. Ага, значит, ваша мать, во-первых, стала для вас, в первую очередь, образом, ну, образцом женского поведения. То есть, именно так вы и видите женскую модель, именно эту модель вы увидели впервые, именно эта модель кажется вам, ну, наиболее, может быть, правильной, наиболее, может быть, верной, наиболее первичной, короче говоря. Это из выглета в глубине души считается, что женщина должна быть такой вот, она должна быть жертвой, она должна быть, как бы так сказать, фручкой. Женщина должна быть фручкой. Вот. Хотя это, безусловно, и не так. Вот. Потому что женщина, ну, не фручка, да, и фручка она быть не может и не должна. Вот. Но у вас, у вас, в силу, может быть, в силу того, что, ну, вот, в силу того, какое воспитание вы получили. Вот. вот, то есть образ, образ поведения, поведения мамы, он может вас, может, втянуть к себе, вот, что, конечно же, совершенно не лучшим образом сказывается на вас, да, вот, дальше идем, так, нас с сестрой никто не любил, я очень семейный, чувствительный к отношению к человеку, я бы все отдала за мир семье, ну вот, вы говорите, я очень чувствительный к отношению к человеку, я бы отдала за мир семьи, то есть по сути вы говорите об ощущении себя в безопасности, по сути вы говорите о том, что вы хотите, вы хотите, ну или хотите, или нуждаетесь в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, но ответственность, именно ответственность за это вы перекладываете на других людей, то есть вы хотите чувствовать себя в безопасности, именно для этого вам нужен мир в семье, но ответственность, ответственность за этот самый мир, вы возлагаете на, условно говоря, другого человека, на окружающих, по факту, вот. И, вследствие чего возникают у вас трудности, потому что другие люди удовлетворить вашу базовую потребность в безопасности, ну, не то, чтобы не могут, они и не могут тоже, вот, но они совершенно спокойно могут этого и не хотеть, вот. Потому что здесь, кстати, проявляется ваша занизенная самооценка и, ага, на ситуации личных границ. То есть вы не разделяете, где ваша ответственность и ответственность другого человека, вот. Дальше. Так. Нас сестру никто не любил. Ну, соответственно, любовь к себе нужно взращивать. А мало мне так и не далось убедить в моих истинных чувствах с ней, любое дело переворачивалось ей на голову и трактовалось, как папочки на внушение. Ну, соответственно, ваша мама, она отыгрывает, она отыгрывает свои обиды на отца вашего, по-видимому. Вот. И, по-видимому, она просто не способна воспринимать вас, как самостоятельного, ну, как самостоятельную личность. Вот. И, опять же, у нее нет, у нее нет для этого ресурсов, у нее нет для этого сил, у нее нет для этого возможностей, у нее нет для этого необходимых средств. Вот. То есть, она, она сама как бы несчастна, она не может проявить любовь так, 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 вот, вот, вы, к примеру, хотели бы. Вот. То есть, это, это, на мой взгляд, одна из особенностей, которую вы не понимаете. То есть, вы, наверное, считаете, что ваша мама относится к вам так, как относится в силу того, что не любит, да, или в силу чего-либо еще. А делать это, на самом деле, в личных ресурсах человека. Вот. То есть, еще один очень важный момент, да, это в том, чтобы отойти, отойти от восприятия того, что происходит в своем собственном контексте, и увидеть, эээ, увидеть все-таки, эээ, ситуацию объективно, насколько, насколько это возможно. Дальше. Эээ, сестра отношения тоже не складывались, она просто не испытывала потребности в общении со мной. Ну, а вот эти видите, да? Эээ, то есть, вы, эээ, пытаетесь всем угодить. Эээ, ну, по факту, получается так, мне кажется, что вы пытаетесь всем угодить. Я, конечно, конечно, эээ, могу ошибаться, вот, я могу ошибаться. Но, эээ, когда вы всем угодаете, вы занижаете, эээ, очень сильно, эээ, свою самооценку в этот момент, в момент, когда пытаетесь всем угодить, и людям, эээ, людям начинает казаться, что, ээээ, вы просто в них, эээ, через всю, эээ, сильно, эээ, значит, ну, нуждаться. Ну, вот. Знаете, понимаете, какая история? Ээээ, а это неприятно. Это никому не приятно. Абсолютно. И поэтому отношения у вас, собственно говоря, и не складывают ни с кем. Потому что вы вас всех нуждаете, а равноправные отношения, независимые, эээ, устраивать у вас, ну, не выходит. Дальше. Я переехала к бабочке, папе и маме, которая жила 20 лет одна. Я хотел только одного отношения с родным человеком. Ну, вот это вот, ээээ, в корне, видите, это в корне обесценивающая вас позиция. Потому что вы хотели быть с кем-то, вы хотели и, возможно, хотите быть с кем-то. Быть с кем-то вы хотите, а не быть с кем-то. Понимаете? Какая история. То есть это, ээээ, скажем так, несколько разные вещи. Несколько разные вещи, когда вы хотите быть с кем-то и хотите быть с кем-то. Так что здесь, на мой взгляд, эээ, требуется это так же корректировать, да? То есть раскрывать ваши желания. Почему вы хотите, эээ, значит, эээ, ну, отношений с родным человеком. Зачем вам это? Для чего вам это? Вот. Дальше. Эээ, так, эээ, она постоянно меня в чем-то подозревала, не могла объяснить, в чем конкретно. Ну, соответственно, да, эээ, ваша, ваша мама, да. Ой, то есть, эээ, выпишите за папина мама, соответственно, раз у отца было психическое заболевание, то и у бабочки тоже. Эээ, вот, оскорбляла меня, эээ, так, мне так много хотелось для нее сделать, но она везде видела плохое, оскорбляла меня, доводила за слезки вампиров. Ну, то есть, здесь позиция жертвы. После этого я вышел замуж, не полюбля, а так от отчаяния. Ну, опять-таки, это же самая позиция. Игра была так счастлива, что сына, наконец, женила, она как человек мне очень понравилась, и я была счастлива, думала, что хоть здесь, ну, что, отогрею, отогрею. Ну, знаете, да, вот, постоянная ориентация идет на других людей. Денег у мужа не было, мне не надо было, мне нужна была семья. Ну, вот, вот тоже, эээ, показательный момент, да, то, что вам нужна была семья. Хотя семья самоцелью быть, эээ, в принципе, не может. Вот, не может быть семья, не может быть семья самоцелью. Эээ, самоцелью может быть, эээ, в общем-то, эээ, личность и рост. Самоцелью может быть развитие, эээ, самоцелью может быть творчество, самоцелью может быть, эээ, такие-такие вещи. Но не семья. А здесь вот происходит ориентация именно на, эээ, людей других. Что и по итогу приводит к тому, что вам, в общем-то, постоянно очень, эээ, плохо и, эээ, тяжело. Эээ, дальше, эээ, так. Эээ, увы, семья не получалась, муча моя, а правильность, потому что, эээ, семья выстраивается, эээ, партнерами. Вот. То есть, эээ, семья не может быть, эээ, выстроена, эээ, одним партнером. Эээ, вы в своих отношениях, ээээ, по-видимому, ээээ, вот. Ээээ, значит. Одна только строите отношения. Что является, опять же, неприемлемым. Вот. Потому что других людей, других людей это расслабляет, других людей это убеждает в том, что они могут, ээээ, делать, ээээ, все, что, там, к примеру, ну, все, что они хотят. Вот. И вы все сделаете за них. То есть, по сути, это, опять же, ценность, эээ, падение ценности. Ну, и то, что вы выходите замуж от отшения, это же, тоже, как бы, совершенно очевидно, да, что человека вы используете. И это чувствуется, это, эээ, ну, все знают, что вы используете, ээээ, человека. Вот. И, эээ, собственно, используют вас. То есть, чувствуют, эээ, приятности и нуждаемости. Вот. То есть, здесь вам нужна, я бы сказал, переоценка, эээ, системы ценности. Так, эээ, мои старания никому и были не нужны, его бы поменьше трогали, так и говорил, я тебя не дерзил, хочешь идти. Ну, да, соответственно, вы выбирали людей, эээ, которые воспринимали, эээ, выбираете людей, которые воспринимали, что вы для них делаете, как оно уже идет. Вот. Ну, и, соответственно, вы, эээ, наверное, эээ, в буквальном смысле, эээ, задавливаете человека, эээ, тем, что, ну, с заботой и так далее. Вот. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, мне это так видится, мне это так видится. То есть, я не претендую здесь на истину, но мне, мне так видится. Вот. Дальше. Идем. Эээ, так. Эээ, тем не менее, у нас родился ребенок и грянула война, мы бежали к его родственникам, к тетке. Тетка сначала влезла мне в душу, и я ей поверила, и своими силами помогла, и защищала ее от защиты. Понимаете? Ээ, очень много вы делаете для людей. Ну, ну, для, для других людей. Вот. Очень много. Эээ, и при этом вы, как бы вот, спасая, да? Вот. Ээээ, спасая. Ну, вот. Вы, по сути, значит, становитесь жертвой. То есть, чем больше вы делаете для людей, вот для тетки вы делали, да, вы ей помогали, вы там, ну, вы для нее, что старали, вот. А потом вы ее, мы, а потом вы ее обвиняете в том, что сама вот там какая-то неплохая, плохая, и не дала вам, ээээ, ну, к примеру, к примеру, да, того, что вы хотели, вы хотели бы. Вот. Вот. Это, опять же, перекладывание ответственности. Кхм. Так. Ээээ, она оказалась настоящей ведьмой и такого мне надеялась, что я еле от нее сбежала с ребенком твоей маме за третью земель. Эээ, честно скажу, непонятно. Абсолютно непонятно, что вы имеете ввиду. То есть, какая такая вообще ведьма, что она могла вам наделать такого? Кроме разве что, ну, того, что уже было до этого. Вот. То есть, мне, если честно, это вот мне не ясно. Вот. Тут нам надо бы подробнее. Вот. А вам, вы не думали о том, что вот почему-то сожритель, сожрителю своему она не могла ничего сделать, а вам с лёгкостью, а вам, пожалуйста. Вот. То есть, ну, согласитесь, нет, немного, немного это странно происходит. Странно это немного, немного. Дальше. Так, значит, так. Так. Я еле от неё сбежала с ребёнком. Так, вот вы пишите о семье. Так, когда вы родили, вы не написали. Что вы родили, вы не написали. Зачем вы родили, вы не написали тоже. А свекровь тоже меня настроила против себя, хотя я её очень любила. Ну, понимаете, да, то, что, что значит, я её очень любила, а свекровь настроила меня против. Свекровь я настроила против меня. То есть, вы отношения выстраиваете как-то деструктивно. Вот. И вы говорите, свекровь тоже меня настроила против себя. Нет. Вот это, видите, да, не желание брать на себя личную ответственность. Причём здесь свекровь? Вас не могла свекровь настроить против себя. Это вы, вы увидели, значит, вы увидели в ней что-то против себя. Но, в действительности, всё дело, скорее всего, дело в завышенных ожиданиях, хоть, ну, например, от свекрови. Вот. Возможно. Всё дело именно в завышенных ожиданиях. Вот. Хотя я, конечно, конечно, в этом не уверен, но я полагаю, что как она может настроить вас против неё? Только через разочарование. То есть, вы в ней разочаровались. А почему вы в ней разочаровались, да? Из-за чего вы в ней разочаровались? Как вы могли мне разочароваться столько, вот в результате неполучения от неё того, чего хотите? И заметьте, 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 нигде вы одна, одна, самостоятельно, вы нигде не находитесь. Дальше. Так. Она разбаловала моего мужа до неузнаваемости. Опять же, нельзя разбаловать мужа. Знаете, нельзя. Если человек таким был изначально, он такой изначально разбаловать никого нельзя. То есть, это обвинение. Дальше. Я могла бы быть ей вместе дочери, а теперь она очень гордится тем, что мне на неё плевать. Ну, это человек, который, в общем-то, не может строить близкие отношения. А то, что вы говорите по поводу того, что могли бы быть ей дочерью, так, а нужна ли ей дочь-то? Собственно говоря. Да. То есть, дочь-то ей нужна, зачем ей дочь? Ведь вы же говорите о себе, что это вы хотите быть, ну, кому-то принадлежнее. Это, на мой взгляд, не нужно путать. На мой взгляд, эти две вещи нельзя путать. Если вы чего-то хотите, если вы чего-то хотите, если вы хотите быть для кого-то дочерью, это ваше личное желание, которое основано на ваших потребностях. Вот. Можете посмотреть на интернете пирамиду потребностей Малфоу, например. Вот. И я думаю, что это позволит вам увидеть, значит, о чем мы где-то раньше. Ну, более конкретно. Сейчас скажем так. Дальше. Так. И предложаю предлагать моему сыну, который на трусы заработать не может. Вот вы кого-то обвиняете его, опять же. Я сейчас живу с ребенком у мамы, мне ее очень жалко, живет одна за своей слепой матерью в нищете хватило полуразрубчину. Ну, жалость, вот, жалость, да, это такое очень интересное чувство жалости. Это жалость, это такое чувство, которое возвышает, вот, именно, вот, ваше такое, ну, несколько подспудное, скажем так, подспудное желание возвыситься над окружающим. Потому что слишком негативно вы себя чувствуете. Жалить никого не надо, потому что то, что человек делает, это его выбор. И здесь мы, опять же, подходим к идее личных границ, вот, которых у вас, по-видимому, нет. Вот. Потому что вам и салка вашу маму. Вот. То есть вы, не то чтобы сами, да, как бы, ну, устроены, да, ну, то есть у вас, как бы, не сказать, что у вас все в порядке, а вы же, видите, там, свою маму. Вот. А помочь, помочь кому-либо может только тот человек, у которого, у самого все в порядке. А у вас, как бы, внутреннее противоречие, да, страхи и так далее. Вот. Обратите внимание, да, одна вы нигде не живете, одна вы, вот, самостоятельно вы не существуете. Вот. Дальше. Я сейчас готовый город, я сейчас готовый горный сын, этим не только себя, но и ее вытащить из нас четыре, чтобы она наслаждалась комфортным общением с родными людьми. Ну, вот опять. У вас ребенок, а вы думаете о маме. Вот. Вам ребенке нужно обеспечить, вы хотите ради мамы что-то сделать, потому что она вас обзывает, там, и не видит у вас ничего хорошего. Вот. Для чего вам это все нужно? Зачем вам это все нужно? Вот, эээ, ответьте себе на этот вопрос. Зачем мне все это нужно? Почему я так хочу заботиться о других людях? Зачем? Что мне это дает? Что мне дает такая вот забота о других людях? Вот. И я полагаю, что вы, в общем-то, найдете ответ. Вы сможете найти ответ. Я более чем в этом уверен. И потому что, ну, потому что желание ваше, оно ваше, оно никуда не девается. Но это желание, оно лично ваше. И реализовывать это желание вам нужно самостоятельно. Вот. Не через, эээ, кого-то. Дальше. Эээ, так. Мне только необходимость, чтобы она немного помогла мне с ребенком в садик отвестили забрать. Эээ, ну, опять же. Да. То есть хорошо, если ваша мама это может. Хорошо. И хорошо, если ваша мама может это сделать. Но она, судя по тому, что вы описали, она не может этого сделать. Может быть, не может, может быть, не хочет. Тут как бы разницы особо, особо нет. А вы говорите, что мне нужно, чтобы она помогла. Немного. Знаешь, какая история. То есть я хочу, эээ, значит, я хочу сказать, я хочу сказать, что, эээ, те ожидания, которые у вас есть от людей, те ожидания, которые у вас есть от других, они, ну, как минимум должны быть, эээ, соответствующими. То есть они, они должны соответствовать, эээ, возможностям человека. У вас такого, ну, мне кажется, эээ, нет. Даль, дальше, дальше. Ребёнок умный, добрый, красивый, адекватный, ходит в садик, который у нас прямо возле дома. Так, ну, здесь вы, я боюсь, эээ, ничего, ничего не хочу плохого сказать про ребёнка. Ага. Вот. Но, я боюсь, что вы ещё его идеализируете. Ребёнка опять же. Потому что, нет, он может быть, эээ, каким вы говорите, но чувствуется даже, вот, по, по описанию, да, чувствуется, что вы, слишком, ну, его идеализируете, может быть, может быть, эээ, боготворите его, может быть, эээ, слишком, эээ, слишком много уделяете ему, уделяете ему внимание, может быть. Вот. И, по факту, да, по факту, по факту, по факту, по факту-то получится, эээ, то же самое, что и, эээ, с, эээ, мужем вашим. Который также был наразбалован над своей мамой, и вы, своего ребёнка, таким образом, тоже можете наразбаловаться. Потому что, эээ, говорить нет, эээ, скорее всего, вы не умеете. Эээ, вот. То есть, вот, именно говорить нет, вы, скорее всего, эээ, ненаученны, да, и, возможно, вы даже, эээ, за это испытываете, испытываете вину, и вину перед ребёнком. Вот. Эээ, дальше. Мама говорит, что я хочу её использовать, что я её, на её горбу себе особняк выстроить, что я хочу денег любить, и, нафиг, ей стиральная машина, и деньги ей не нужны. Ну, эээ, скорее всего, у вашей, эээ, мамы, да, тоже, ну, не сказать, чтобы прямо, знаете, прямо с проблемой какие-то, я имею в виду, эээ, психи, ну, с психикой. Вот. Эээ, ну, как бы, то есть, она неадекватно относится к вам, да, то есть, она, эээ, как бы, была, собственно, жертвой вашим отцом, да, и выбрала себе такого, эээ, мужчину, мужчину, вот, эээ, который её, по сути, принижал, да, там, и так далее. Ну, это говорит о том, что человек, у человека тоже, соответствующая, такая, духовная организация, и, эээ, ну, это действительно непонятно, чего, чего вы ожидали. Эээ, ну, именно от неё, чего вы ожидали. Эээ, по какой причине вы их, эээ, считали, полагали, думали, что, может быть, как-то, ну, по-другому. Вот. Тем более, мама уже вас оскорбляла. Эээ, дальше, потом оскорбляет, критикует, хамит, придирается на каждую мелочь, и каждому слоу ходит по пятам, критикует моего ребенка, никак не успокаивает, и не успокоится, остается её характер. Эээ, шаловаться на здоровье, курачу, курачу не идёт, только целыми днями какие-то медитации, матч с руками, ворчить, от этого становится ещё забее. Ну, я бы сказал, что вам нужна, эээ, технике без конфликтного общения учиться, я полагаю, что вам это, будет полезно, потому что, эээ, мама ваша, она, как бы, на своей волне, да, у неё, эээ, свои проблемы, трудности, вот, её надо оставить, а вам нужно, эээ, вне зависимости от того, что она делает, да, вам нужно, идти своим путём. Вот ситуация, конечно, немного осложняет то, что есть рубёрок, но, я думаю, что, и это, в принципе, вполне возможно, если, если у вас есть друзья, и вы сможете, эээ, короче говоря, попросить о помощи, да, чтобы вам помогли, вот, а так, конечно, это, по сути, эээ, никуда не ведёт, то, что, эээ, то, что сейчас происходит, да, это никуда не ведёт, потому что, ваша мама, да, она, эээ, ну, будет, эээ, так и будет, эээ, вести, эээ, себя, да, и, в общем-то, эээ, вряд ли она станет, ээээ, другой, вот, то, что она делает, и это, и это, эээ, выгодно, и, это, эээ, для неё это единственный способ получить, эээ, то, что она хочет, то, в чём она нуждается, по сути, вот, и так далее. Эээ, дальше, эээ, иногда она становится копией своего мужа, такой же сумасшедший, интересно, что вы говорите, эээ, копией своего мужа, эээ, не называя, эээ, ее мужа вашим отцом, на мой взгляд, это, эээ, в общем-то, довольно интересно, эээ, ну, если можно так выразить, эээ, опечатка, если это опечатка, эээ, конечно, ну, вот, то есть, тут, эээ, как-то, вот, волей-неволей напрашивается вопрос, а что, эээ, ее мужа, это не ваш отец, эээ, как-то, вот, против, противоречит, эээ, того, что вы перед этим, эээ, значит, значит, ну, что вы перед этим написали, вот, противоречит немного тому, что вы перед этим рассказали, вот, и здесь мне бы хотелось точнее, то есть, вы так уже от отца своего, эээ, абстрагировали, что отцом его не называется, или что, вот, эээ, то есть, тут, я надеюсь, понятно, да? Дальше, везде ищет подвох, приписит мне самую плотную мысль, ну, это игра PSS, попался с консейн, можете посмотреть на интернет, я стал обрадоваться, убежать ее в том, что я ее люблю, а вы не убедите, не убедите, а правда вы, если вы делаете только еще хуже? Хочется поскорее бежать, но некуда есть, куда, если, эээ, грамотно подойти к себе и, эээ, как вы знаете, у меня опускают руки, я постоянно плачу, я жертвую себя с автоматной, но это потому что, потому что себя не любите, явно. Эээ, почему это повторяется? Потому что это сценарий, вы одинаково, ээээ, ээээ, не коррекционируйте себя с людьми, вот, и никак не корректируйте свое поведение в зависимости от того, кто перед вами, какой человек перед вами и так далее. Вот, то есть вы с, эээ, одними и теми же людьми, эээ, вот, ээээ, вы взаимодействуете одинаково, вот. А с людьми, как бы, ну, нужно взаимодействовать, эээ, по-разному и самое главное не предавать, эээ, себя, да, а то есть самое главное, эээ, помнить о себе, о том, что, ну, о том, что, что нужно, ээээ, и, ээээ, чего хочется вам, ээээ, вот. А вы этого, это постоянно добываете, вы этого не делаете, и в результате, вот, ээээ, поэтому это постараются. Ээээ, родители не привели вам, эээ, любовь к себе, поэтому вы, эээ, так сильно нуждаетесь в, ээээ, других людях, и отсюда, эээ, нуждаемость ваша, эээ, она, эээ, приводит к совершенно определенной модели поведения, которые, эээ, по итогу, эээ, создают совершенно одинаковые ситуации, ээээ, вот. И эти ситуации, они, собственно говоря, ээээ, и повторяются. Вот. То есть, на мой взгляд, тут, ээээ, вот, тут, 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 вот, ээээ, только так, на мой взгляд. Ээээ, дальше, почему никому не нужна моя любовь? Потому что вы себя не любите, и самое главное, что вы выбираете, эээээ, ээээ, себе таких людей, которые, возможно, в принципе, не способны оценить то, что вы можете им дать, то есть, вы выбираете людей, ээээээ, не случайных. Вы убираете людей, аэээ, потому что,а, ну, по привычному, ээээ, Вы выбираете людей по привычному признаку, вы выбираете тех людей, которые вам знакомы, с которыми вам легче, а легче вам с теми людьми, которые ведут себя высокомерно, отдаленно и, в общем-то, похожи на, вероятно, вашего отца, вот, и на, возможно, маму. Вот, то есть, как бы, это первый момент. Второй момент такой, что любовь, если это любовь, она, как правило, преследует совершенно такую, знаете, чёткую цель. Значит, личностного роста человек. Вы же в своём поведении и отношении к людям, скорее всего, вы, личностного роста, не заинтересованы. То есть, вы не заинтересованы человека развивать, вы не выбираете таких людей, которые развиваются. Вот, и поскольку вы, вероятно, не развиваете сами, то вам очень мало есть чего дать из реальной любви. Поэтому ваша любовь и никому не нужна. Ну, и, как бы, в целом, само ваше переживание по поводу того, что ваша любовь никому не нужна, это уже является проблемой в том смысле, что любовь нужна всем, а просто в том, как вы её даёте. Почему вам не хотят видеть плохое, а люди, это людей таких вы выбираете, а выбираете потому, что считаете, что вы этого достойны. Как дальше жить? Для себя и для своего ребёнка. И работать с психологом над личностным ростом, проработкой всех проблем, которые я описал. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.